Привет, друзья! Это играет электростатический конденсаторный динамик. И по просьбе моих уважаемых зрителей, играет достаточно громко, сейчас утишу, играет почти чисто. По просьбе моих уважаемых зрителей, я провожу эксперимент по тому, как изменится звучание этого электростатического динамика, если подключать его через конденсатор напрямую и через диод. Диод на 1 тысяч вольт, и как раз проведем этот эксперимент. Улучшится ли звучание и увеличится ли громкость. Сейчас играет через конденсатор. Послушайте разницу. Сделаю громче. Вот так хрипит немножко. Вот так вот. Вот. Напрямую. Через конденсатор. Напрямую. Ну, в общем, неплохо. Конденсатор никак не влиял. А теперь давайте поставим диод. Ставим диод. Прямая. Поменяем полярность диода. Легкая музыка идет, потому что динамик высоковольтный. Давайте увеличим громкость. Возможно, диоду не хватает напряжения. Это через диод. Это напрямую. Ну вот. Я выполнил свое обещание. Показал, как это работает. Давайте. Ну, так как те, кто еще не видел предыдущих роликов, могут подумать, что у меня там за вот этими вот стеночками скрыт обыкновенный динамик. Нет. Все по-честному без изъяна, без обмана. Сейчас разберем конструкцию и покажем ее, так сказать, без разрывов, без монтажа. Вот. Это мои обкладки моего электростатического конденсатора, которые я сделал давно для опытов, очень интересных. Вот. Дальше идет слой бумаги. Вот. Он, кстати, после работы такого динамика электризуется очень сильно. С этим еще надо будет поработать. Ну и дальше вторая обкладка. Все. За ней никого и ничего. Если обкладки поставить друг к другу, как я уже говорил, тут вот уже заметно, особенно вот на этой обкладке, начинает пробивать изоляцию. И вот здесь вот у меня сгорела изоляция, вот мультифора продырявилась. Поэтому я использую бумагу. И, честно говоря, с бумагой получился отличный звук. Большие расстояния делать пока вот для такого трансформатора и такого напряжения, это примерно 1000 вольт здесь, нерентабельно и нецелесообразно. Почему? Ну, потому что я сделал, получилось более тихо, а вот так вот оно получается очень хорошо. Вот я сейчас разобрал, собрал. И давайте в режиме так называемого онлайна, или как там, лива. Я сейчас опять включу телефончик и за кадром включу магнитофончик. Это что за музон? Не могу узнать. Давайте другой. Вот знакомый, хорошо знакомый музон. Низов, конечно, не дождетесь. Все-таки эта штука высокочастотная. Захлебывается немножко. Есть такое, но это в любых динамиках бывает. Вот. Если я буду отводить эту обкладку, громкость будет уменьшаться. Убираю далеко. Вот все. Давайте вот так. Механическая регулировка громкости звука. Ну вот, как-то так. Надо попробовать сделать отверстие, там, диффузор и еще что-то. Но громкость вполне хорошая. Почему? Я не использую супермощный усилитель. Поясняю. Вот. Играет. Ну, кнопочку зажимаю. Отпускаю, не играет. Сотовый телефон. Самый простой транзистор без радиатора. Он не раскалился. Питается от 4 вольт. А не мешало бы вольт 12 сюда приделать автомобильный аккумулятор. И вот такая громкость. Вполне достойная, вполне сносная, вполне хорошая. На этом все. Пока. До следующих встреч. Продолжение следует. Продолжение следует...